Дорогие друзья, мы начинаем нашу первую тему. Томск город исторический. И сегодня будем говорить об истории появления и развития Томска. Томск находится в Западной Сибири, на правом берегу реки Томь. От Москвы до Томска целых три с половиной тысячи километров. Со всех сторон Томск окружен лесами. Томск появился в начале 17 века, когда началось освоение Сибири Россией. Местные племена, которые добровольно первыми по своему желанию переходили под власть российского государства, получали большую честь и лично встретиться с русским царем. Так было и с Таяном, князем местного татарского племени. Во время встречи Таян попросил русского царя построить на берегу реки Томи, где жило его племя в 17 веке, город для защиты от воинственных соседних племен. В этом же году на берегу реки Томи, на горе была построена первая крепость. Днем рождения Томска считается 7 октября 1604 года. Крепость была окружена болотами и реками, и целый век она охраняла и защищала коренное население и границы российского государства. Внутри крепости были жилища военачальников, церковь, кладбище. Здесь хранились деньги, богатство, оружие и еда. Именно из Томска казаки уходили на восток искать новые территории, а дипломаты отправлялись в поездки на Алтай, в Монголию, Китай. Через 15 лет после основания Томска и Томской крепости в Пекин поехал казак Иван Петлин. Это путешествие стало первым дипломатическим визитом в Китай после присоединения Сибири. В 1638 году другой томский казак Василий Старков привез из северо-западной Монголии ко двору царя Михаила Федоровича чай. Так чай впервые попал в Европу. Хотя сейчас это самый любимый в России напиток, чай популярность получил в России не сразу и сначала принимался только как лекарство. В Европейской России, во всей России его использовали с удовольствием, но очень дозировано и считали его самым ценным напитком. К началу XVIII века русские границы отодвинулись далее на юг и восток Сибири, и Томская крепость потеряла свое военное значение. Центром городской жизни стал Сибирский тракт, или по-другому он назывался Московско-Иркутский тракт. Это торговый путь между европейской частью России, Сибирью и Китаем. В Томске память о нем сохранилась в названиях старинных улиц Московский тракт и Иркутский тракт. Соответственно, один из них идет на восток, а другой на юго-запад. В начале XIX века была образована Томская губерния. Томск стал ее главным административным и культурным центром. Это очень серьезно, заметно повлияло на его экономическое развитие и внешний облик. В городе появилось много каменных зданий и деревянных тротуаров. Быстрый рост Томска начался с открытием золотых приисков. Новые разбогатевшие купцы строили себе большие и дорогие дома. Начали работать промышленные предприятия, развивалась торговля. В городе появилось много магазинов, гостиниц. К концу XIX века Томск стал самым большим по населению городом Западной Сибири и ее торговым центром. Именно в это время в Томске заканчивается строительство телефонной станции. Появляются первые телефоны. Позволить себе такое чудо могли только очень богатые купцы. Поэтому в большом по сибирскому мерке городе в XIX веке было только 43 аппарата. В Томске развивается печатное дело, открываются первые бесплатные библиотеки, книжные магазины, типография. На Воскресенской горе, где раньше стояла крепость, построили пожарную вышку. С горы весь город и сегодня виден как на ладони. На самой высокой точке вышки дежурил пожарник. Сигналом о том, что в городе случился пожар, были воздушные шары красного, синего и белого цвета. Каждый район имел свой цвет. Шары надували пожарные на башне. И по цвету шара определяли, в каком районе города случился пожар и из какой полицейской части надо везти воду. Так были спасены многие деревянные строения, которые дожили до сегодняшнего дня. В конце XIX века главного торгового пути Сибири, Сибирского тракта стало недостаточно для развития сибирской и российской экономики. Началось строительство Транссибирской магистрали, самой длинной в мире железной дороги. При ее создании место для моста через реку Обь было выбрано намного южнее Томска. Город оказался далеко от железной дороги и потерял свое торговое значение. Теперь Томск стал важным культурным центром. Этот статус определило открытие в 1888 году первого в Сибири императорского университета, а затем вскоре технологического института и высших женских курсов. В начале XX века Томск занимал первое место в Сибири по числу учебных заведений. Их в это время было уже 104. Культурная жизнь в Томске кипела. В городе выходило 4 газеты, работало 4 театра, 5 кинотеатров, 7 библиотек, 3 увеселительных сада и отдел русского музыкального общества. Во всей центральной части города была телефонная связь, водопроводная сеть, отопление. С приходом советской власти развитие Томска замедлилось. Он перестал быть административным центром и вошел в состав Новосибирской области. Многие переезжали в Новосибирск. Через этот близкий к Томску город проходила Транссибирская магистраль. Поэтому он рос и развивался быстро и вскоре опередил Томск по экономическим показателям. Новую жизнь Томск получил после окончания Второй мировой войны. В военное время в Томск из европейской части России было перевезено около 30 предприятий, которые составили основу промышленности в городе. В конце войны, в 1944 году, Томск становится центром Томской области. После окончания войны промышленность в городе продолжает развиваться. Но при этом Томск становится научной и культурной столицей Сибири. Итак, история Томска – это 410 лет развития и превращения из крепости на горе в крупный культурный, научно-образовательный и экономический и промышленный центр. Сегодня Томск – современный, активно развивающийся город. Это город науки и студенчества. В нем шесть государственных вузов, высших учебных заведений. О них мы обязательно поговорим в наших лекциях. За 400 лет Томск поднялся по своему значению экономическому, социальному и культурному развитию до уровня городов Центральной России. Четыре века Томской истории отражены на колоннах на площади перед театром драмы. Эти колонны были установлены в честь 400-летия города Томска. И они отражают главные события Томска и его истории. О многих важных событиях мы также будем говорить на других лекциях. Итак, друзья, вы узнали, что Томск появился на карте в 1604 году, и что Томская крепость была построена на южном мысе Воскресенской горы. Сегодня здесь находится музей истории города Томска. И как вы видели на слайдах, воссозданы фрагменты старой крепости. На площади около музея установлен камень основания города. В конце лекции я задам вам три очень несложных вопроса. Вопрос первый. Почему Томск получил такое имя? Вопрос второй. На внимательность. Какая информация, прозвучавшая в лекции, и совершенно не имеющая отношения к политике, вызывает ассоциацию с политической жизнью современной России. И третье. Следующая лекция будет посвящена главному проспекту Томска. Предположите, как он называется. До встречи!